В любом городе должен быть свой супергерой. В нашем же это Оксана Стяжкина. Как только Оксана увидит, что где-нибудь в Кирове творится коммунальная несправедливость, тут же садится в свой Оксана-мобиль и мчится на место происшествия. Смотрим. Вот видите, как идти-то так. Ещё. И опять окунуться не хочется. Идите, идите. Вот так. Вот так. Вы уже тут знаете, как ходить, да? Ой, да я уже не выхожу никуда. И Раида Ивановна и всё старшее поколение дома 33 по улице Горького боятся выходить в собственный двор. А всему виной огромные лужи и разбитые дороги. Это вот налить, а там у нас яма, огромная яма. Летом ходить вообще невозможно. Вот это залило, это всё сейчас. Это сейчас пожилые люди живут. У нас в основном пенсионеры. Вот видите, даже многие не могут выйти, им по 90 лет они не выходят и к ним. Но невозможно ходить просто. В этой яме вчера вернулась машина, она не поехала по этой яме, потому что он провалился, его бы пришлось вытаскивать. По словам жильцов, испортили дорогу во дворе, когда строили торговый центр, который находится недалеко от их дома. Здесь ходили КАМАЗы, КРАЗы ходили, эскаватор гуси колёсный ездил здесь. Дорогу всю эту разбили. После этого заасфальтировали у того кооперативного дома. Там заасфальтировали весь асфальт. Вот эту площадку заасфальтировали, тротуарчик сделали, а у нас что, дорогу оставили? Плохая дорога – это не единственная проблема во дворе. Нету тротуаров, ничего, освещения нету. Вообще живём в самом центре города. Когда дети идут, женщины с колясками, не знают, как пройти, идёт машина. Когда люди идут, пешеходы идут, пройти-то негде, машины идут. И все машины по нам ходят. И когда ещё идут, и гудят, уходи с дороги. Бежишь и не знаешь, как бежать. Жильцы не раз обращались в управляющую компанию, но в ответ слышат только одно. Нет денег. Когда обратились к мастеру, сказали, нет денег. Поэтому бабушки и дедушки очень надеются, что их управляющая компания увидит этот сюжет и как можно скорее попытается найти деньги на ремонт дороги возле их дома. Мы с жильцами дома номер 33 по улице Горького очень надеемся, что в их дворе наконец-таки дорогу починят. Оксана Стяшкина, специально для программы «Вятка Тудей». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА